Ну что, дорогие мои, всем огромный привет! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале, и это уже второй влог о дню моего рождения. Кстати, сегодня у нас так-то на календаре 12 марта 12 часов 38 минут на часах. До моего дня рождения остались считанные, хотела бы сказать, часы, конечно, но осталось полтора дня, как-никак. А если быть точнее, у меня даже счетчик в телефоне стоит, сейчас вы надо мной поржете. До дня рождения 1 день 11 часов 20 минут 35 секунд. Это до 0000, в принципе, как только стукнет 14 марта, но в это время я буду спать, потому что хочу проснуться уже этого числа, а не не спать еще, в общем, в это время. Сегодня я снимаю влог, и в этом влоге все оставшееся время я буду не одна. Если вы смотрели мой первый влог, там я рассказывала о том, что жду свою подругу, которая вот-вот должна прилететь ко мне из Челябинска. К слову, мы не виделись, по-моему, где-то полтора года. И вечером, перед тем, как лечь спать, а утром поехать ее встречать, я завершила влог. И, собственно, продолжаю его на следующий день. Я уже Ариночку забрала, она стоит за кадром. Мы быстренько сейчас ответим на несколько вопросиков, чтобы вы сразу с Ариной познакомились. И быстренько расскажу о планах на сегодня. Но как только Арина появится в кадре, поэтому можем ее, в принципе, пригласить. Так странно звучит. Иди сюда, Арина. В общем, приятно познакомиться. Я как будто с тобой знакомлюсь впервые. В общем, это Арина, и это моя лучшая подруга, с которой мы уже сколько знакомы? 10 лет. 10 лет, в общем, мы знакомы, и за все 10 лет ты у меня сколько раз мелькала вообще на канале? Все видео вскрытых. Да, все видео вскрытых, в общем-то, как бы, мы снимали видосы. И их пришлось некоторые удалить, потому что мы снимали, конечно, какой-то угар. Что мы снимали? Мы ели бобы, джели, бели, мы снимали какие-то музыкальные видосы. Да. Помнишь, как курица я готовила? Да, Арина... Короче, Арина готовила курицу. Я первая решила стать видеоблогером, открыть свой кулинарный канал. Да, да, да. Короче, что ты сделала? Заснула курицу в пакет. Она, ну и знаешь, типа, рукав, или как это называется. Короче, там был, получается, прозрачный такой пакет. Мы накидали туда овощей просто, специи, вот этот все. И я так говорю, так, все, у нас как бы курица готова, осталось ее только засунуть в духовку. Для начала нам нужно перемешать между собой все ингредиенты. И вот так вот ее, блядь, потрясти. И курица тупо рвется, ой, нет, пакет рвется, и курица тупо, которая вот-вот должна была уже быть в духовке, падает на пол из пакета, чисто. Вот такие вот у нас были видосы. Арина, это, в принципе, тот человек, которая познакомилась со мной, ну, когда мы познакомились, я еще даже блогером, да, не была? Карин, ты училась во втором классе? Ну да, я еще даже... И нет, я со скольки лет снимала? Я уже начала снимать, нет? Нет. Во втором классе я еще не начала снимать. Были времена капец какие, так что, ребятки, сегодня у нас вообще с Ариной по планам что? Мы сейчас к двум часам поедем на ресницы. Нам нарастят красивые реснички, мы будем такие прям принцесски. Вот, после этого мы поедем перекусим, и уже к шести часам вечера мы поедем в Москва-Сити на массаж. На мой любимый массаж, в принципе, я еще не снимала влоги, когда ездила на массаж. Обычно выкладываю в свой инстаграм. Кстати, пользуюсь случаем, обязательно подписывайтесь. И, в принципе, я обещаю вам, что этот влог будет очень интересный. Ариночка раскрепостится и будет уже не так замкнуто себя чувствовать, потому что... Снимали мы в последний раз, когда... Мы когда снимали, то с тобой в последний раз. Сколько нам было? Сколько мне было? Лет 12. Лет 12 нам было, когда мы снимали, так что... Я желаю вам приятного просмотра. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставите лайки. И, в принципе, мы сейчас ответим на несколько вопросов, и можем начинать. Итак, вопросы я отобрала. Некоторые мы будем отвечать на них вообще в ролике. Спаси, Петр. Итак, первый вопрос. У вас есть секреты друг от друга? Ну, как, мне кажется, есть. Какие? Ну, сейчас я тебе расскажу. Ну, вот у тебя есть секреты, Атоня? Да нет. Да и у меня тоже, в принципе, вот и решили. Не, мы, в принципе, знаем, ребят, друг от друга всю информацию. И даже то, что мы сделаем наперед. Но Арина точно знает, я не знаю. По-моему, у всех лучших друзей нет секретов друг от друга. Ну, я тоже так считаю. Мы с Ариной постоянно созваниваемся по видеосвязи. А сколько раз? Ну, бывает, мы можем неделю чисто не переписываться. Я не знаю, как это каждый раз происходит, но, типа, мы можем в ней общаться. Я даже не в курсе, когда мы в последний раз писали друг другу привет. Это всегда начинается. Все, ты сейчас ничего, типа. Ну, че ты там? Она мне может скинуть какую-нибудь фотографию, там, я не знаю, спросить совета. Мы можем созвониться в этот же момент. Да, созвониться, типа, это не обговаривается как-то, и все неожиданно происходит. Мы можем неделю чисто не переписываться, а потом общаться месяц каждый день. Да, я не знаю, как это так происходит. Да, так что вот так вот у нас устроено. В принципе, вот это, мне кажется, лучшие друзья, когда вы не шевелите, так сказать, друг другу мозги, и при этом общаетесь очень хорошо. Ты просто понимаешь, что у тебя есть самый близкий родной человек, и в любой момент, в какой бы ситуации ты не находился, ты можешь обратиться к нему. Да. За нами уже приехала машина, я напялила на себя капюшон, потому что что-то чувствовала я себя сегодня утром, неважно, нужно еще шапочку подцепить, и будет вообще супер. Мы выезжаем ехать 25 минут на часах 13.34, мы как раз-таки очень даже успеваем к двум часам. Ну, и я уверена, что нам сделают прекрасные реснички. Ах, да, Арине еще сделают брови, поэтому мы погнали. Знаешь, Арина, чем на улице пахнет? Моим 18-летием. Я прям чувствую, ребят, что вот-вот полтора дня, и мне 18 лет, прикиньте. Ну что, ребят, Арина уже легла, такая вот красотка смотрится в зеркало, обсуждает, какие ресницы мы будем делать. Она мне предложила, в принципе, мы вот показали, что-то типа такого будет. Эффект Кайли, короче. Ну, мне очень нравится. Надеюсь, что мне подойдет такой размерчик, так сказать, и будет очень красиво выглядеть. Арина сказала, примерно такое же хочет. Поэтому я ложусь, и мы приступаем. Я отходила в туалет, в принципе, показываю вам, что пока получается. Естественно, видно, что результат не завершенный. Но мне уже очень нравится, и как бы видно, что явно у меня есть ресницы, наконец-то. Я рассказывала в своем инстаграме, что ламинирование ресниц, многие спрашивают, почему ты его не делаешь, оно не ложится, в принципе, на мои ресницы. Я не знаю, почему, но через два дня они обратно становятся такими, какие они есть. Поэтому я выбираю исключительно наращивание, и мне очень комфортно с наращенными ресницами. И, в принципе, взгляд становится такой выразительный. Поэтому продолжаем делать дальше. Ребят, посмотрите, нам, в общем, сделали реснички. Арине сделали и реснички, и бровки. Такая вот красотка едет. В общем, я очень довольна результатом. Все красиво получилось. В принципе, как я и хотела, как мне обычно делают ресницы. Вот, так что мы вот такие вот красотки. Сейчас будем по пробкам ехать на массаж. И очень уже сильно опаздываем, потому что на часах 17.41 нам к 18.00, и мы, получается, уже опаздываем на 20 минут. Вот, и нам нужно как можно скорее прибыть в Москва-Сити, потому что массаж, походу, со скрабом уже нам не успеют сделать. Но я думаю, что успеют сделать просто массаж нам без скрабов. Вот, я, кстати, заказываю. Я думаю, вы уже увидели новую заставку мою прекраснейшую. У меня уже иллюстратор, точнее, человек, который умеет рисовать арты красивые, нарисовал мне все, скинул, так сказать, на согласование. Сейчас я вам покажу. В общем, вот такие вот арты. Это для страшных историй слева, а справа для обычных заставок. То есть вот такая вот я, Карина Аракелян, справа. Очень даже похоже на меня, только волосы будут длиннее, и форму лица немножечко поменяют, реснички сделают подлиннее. Вот, и слева, соответственно, это для страшных историй. Мне очень нравится, прям супер круто. И еще сейчас я вам покажу все, что я купила для ухода за ресницами, и не только в салоне, где мы были с Ариной. В общем, вот это специальная пенка, можете делать скриншоты все. Кто наращивает ресницы, уже давным-давно узнают про эту пенку, да я знала, но не решалась купить. Специальная пенка, которая очищает ресницы гораздо лучше, чем мицеллярная вода или какие-то тоники, которые вы используете. Специально для нарощенных ресниц пенка, которая убирает всю грязь с нарощенных ваших ресничек, и прям всем не рассоветовали, поэтому я решила взять. Вот такая вот тушь, сейчас вы поржете, но это тушь для нарощенных ресниц. Вот так вот она выглядит. Вы можете использовать ее примерно через 2-3 дня, как мне сказали, после того, как вы нарастили ресницы, они визуально становятся еще длиннее, укрепляются за счет компонентов, которые внутри, и точно так же смывается, пускай даже вот этой пенкой, она тоже подходит. Ну и не по теме, я купила себе новый шампунь, мне тоже рассоветовали, с кокосом, шоколадом, какими-то орешками, или что, это не орешки, я опять туплю. Ну, в общем, а, какао, всякие комплексы, кокос, вот такой вот шампунь, я обязательно попробую, вам расскажу, что и как. Ну, а мы едем, очень надеюсь, что успеем, я подсниму для вас вид, в принципе, как будет выглядеть наш кабинет для массажа. Сам процесс, естественно, снимать не буду, потому что мы едем туда покайфовать, но я думаю, что вы и так через экран проникнетесь атмосферой, которая там будет, поэтому мы едем. Следующий вопрос. Как я поняла, что она подруга, а не просто знакомая? Как мы поняли, давай перефразируем, так сказать, этот вопрос. Как мы поняли, что мы уже подруги, а не тупо знакомые? После срачки с Ритой. Фамилия. Когда мы поняли, что все, мы с тобой прям, не разлей вода. Ну, мы же в школе учились вместе, в начальной школе. То Марина переехала и стала учиться уже, когда переходила в пятый класс, в другой школе. Мы с тобой два года, получается, вместе до четвертого проучились. Да, до четвертого класса мы два года просто не разлей вода. Каждый день нашли общий язык, общались, дружили, и все, и так и поняли. Я помню, как нас с тобой на последней парте садились. Ты не помнишь? А, как нас пересаживали на последнюю парту? Ну, когда нас с тобой садили, буквально в первые дни, наверное, когда Карину перевели к нам в школу, я подружилась с одной девочкой. Ее как раз таки звали Рита. Я почему-то хотела начать дружить именно с ней. То есть она мне показалась какой-то интересной. Но тогда она меня познакомила с Кариной, потому что к нам пришло в класс две новеньких. Это Рита и Карина. И она говорит, вот, это моя подружка Карина, типа, знакомься. Ну, и все, как-то мы после этого начали с Кариной общаться. Я даже этого не помню. Я вспомнила, что не с первого класса в этой школе училась, а во второй класс только перешла. У Карины есть такая привычка. Она всегда, даже когда мы, я не знаю, учились, наверное, в классе в седьмом говорила о том, что мы дружим 10 лет. Мы учились в шестом классе, но я говорила о том, что мы дружим 10 лет. И вот только сейчас, когда тебе исполняется реально 18, мы уже можем говорить о том, что мы дружим 10 лет. Да. Вот теперь да. Я округляла. Да, округляла. Так, ребятки, экстренное включение. Я уже в Москва-Сити нахожусь, бегу на третий этаж. Нам уже сделали с Ариной пропуски. Я все это держу в руках. Я еще голодная, ребят. Все быстро, все резко. Нужно успеть добежать. Мы уже, блин, на 40 минут опоздали. Как бы нам не сказали там, что все отменяется, что, в принципе, очень даже вероятно. Я бегу вперед трусов. Еще пашка кружится. Я же на диете. Я голодная. Я кроме завтрака ничего не ела. Поэтому нужно срочно добежать. А чтобы вы понимали, ребят, сколько людей стоит в очереди, чтобы зайти в лифт, это, конечно, трэш. Еще и пишут, что лифты заполнены. Супер. Здрасте, девушка, мы опоздали на 40 минут. Вы нас примете? Да, мы едем. Все супер. Так, ребят, все, мы на месте. Смотрите, нам сказали выбрать масло. Сейчас вам покажу, какие тут есть. Арбуз, манго, жасмин, папайя. Также имеется лотос, танжерин. Я не знаю, что это такое. Надеюсь, что я правильно поставила ударение. И лемонграсс. Ну, я думаю, что я выберу манго, скорее всего. Нет, не манго. И не арбуз, и не жасмин. Лемонграсс, кстати, вкусный. Все, ребят, я выбрала лотос, а Арина арбуз. Так, ребят, как вы видите, тут очень приглушенная атмосфера. Мы пока не переоделись. Я вам показываю, где мы сейчас будем на массаже. Вот тут мы будем лежать, в принципе. Сейчас переоденемся. Нас тут встретили специальные девушки, которые будут нам делать массаж. Посмотрите на этот прекраснейший вид Москва-Сити. Как раз-таки темнеет. Вид просто изумительный, потрясающий. Вот, поэтому пожелайте нам крутого массажа. Я уверена, все пройдет просто идеально. Хоть мы и опоздали, но ищем во всем плюсы, и нам все сделают очень круто. Поэтому мы переодеваемся, и я вернусь к вам уже после, расскажу свое мнение. Ну что, дорогие мои, нам закончили делать массаж. И, в принципе, Арина, оцени по 10-бальной шкале. Как тебе? За атмосферу 10. За болевые ощущения тела. Да, у Арины, короче, не особо подготовленное тело к тайскому массажу. А я же обожаю массажи тайские, эндосферу. Вы это и так прекрасно знаете. Не только эндосферу, но еще и рефлифтинг. В общем, у меня тело полностью подготовлено к массажам. А ты была первый раз, да, на тайском? Да. На тайском массаже Арина была в первый раз, и, в принципе, ей понравилось. Атмосфера неплохая, скрабировать нам тело не стали из-за того, что мы не успели. Вот, на 40 минут так бы мы побыли подольше. Сейчас у нас будет, наверное, там уже в кабинете чайная церемония. Но я настолько хочу жрать, что если еще два глотка чая сделаю, я просто помру с голоду. Поэтому мы сейчас с Ариной поедем домой, уже расслабимся и подготовимся к завтрашнему дню. Как лично я оцениваю массаж, как обычно, 10 из 10. Я обожаю тайский массаж. В особенности, мое тело сейчас пахнет лотосом. Идеально просто нам еще массаж головы сделали. Она у меня после еще окрашивания вчерашнего. Я записывала во влог чешется. У меня всегда башка чешется после окрашивания. Вот, ну и все. Мы сейчас переодеваемся, едем и еще раз покажу вам этот прекрасный вид. Да, Арина сейчас выключит свет, чтобы ничего не отражалось, не выключается. Ну, короче, вы и так все прекрасно видите. Вот такая вот красота. В темноте еще круче. Вот так вот у нас закончился массаж. Небольшой срачельничек. Ну, короче, все. Мы переодеваемся и едем. Мы пришли домой. Встречает нас мамочка Полиночка, которая не захотела сниматься из-за того, что у нее собраны волосы. Мила, которая тяпкает. И прекрасный ужин. Сейчас я вам покажу, что. Там мы уже все съели практически. Все съели, а что это там такое? Вау. Это у нас куриная грудка с сыром, помидорками и все, да? И еще картошечка. Вот, я, конечно же, не смогу, наверное, это поесть. Да, вот тут без майонеза для меня на диете. Посмотрим сейчас. Но выглядит очень аппетитно. Мы пошли переодеваться. Вот такой вот у нас прекрасный ужин. Мама наливает шампанское. Я, к сожалению, алкоголь не пью. Поэтому, как бы, мне, посмотрите, вот такая вот водичка. Прикиньте, это вода с лимоном и гуавой. Чтобы вы понимали, да? Как бы, то есть, у меня сегодня уже тоже преднерождественская, днерождественская вечериночка. В общем, бокалы офигенные. Вот такой вот ужин. Кстати, эти бокалы я подарила своим родителям 23 февраля. Ну, как бы папе, но при этом родителям. Вот такие дела. Вот, так что мы кушаем. А еще, ребят, посмотрите, какой крутой бумеранг я сделала. Так что, кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Снег вы видите на своих экранах. Я туда делаю крутые бумеранги и не только. Так что, всех жду там. Ой, ребята, Арина ушла в комнату к Полине. Перенесла отсюда подарки, которые были замотаны в такую, вот знаете, пленку, которая издает приятные звуки. Поднадутую, так сказать. И я сижу такая, думаю, прекрасно. За стеной готовят подарки. Мне так интересно узнать, что там. Но я, к сожалению, не узнаю. До 14 марта. Поэтому я сижу, жду. Охота уже с Ариной поболтать. Мы сейчас сделаем какие-нибудь масочки. Вот, и круто проведем вечер. Господи, как мне нравится смотреть на себя с ресничками, с бровками. Все, я такая прямо уже готовенькая. Жду мероприятия. Прекрасно. Следующий вопрос, что именно вас очень сильно сблизило? Ты же была вообще спокойная, помнишь? Типа, это якобы была обезбашенная сразу, типа. И как-то потом уже ты раскрепостилась передо мной. А что нас сблизило, кстати? Вот это я не вот как-то... Мне кажется, скорее был момент, когда мы очень сильно одолелись друг от друга из-за моего переезда. К Карине в класс пришла новая девочка. Лично. Да, весь класс перемешали, по-моему, еще с параллелью. Да. И тогда она нас рассорила между собой. Не могу сказать точно, я не помню все ситуации, это было так давно. Но я точно помню, что она нас поссорила. Мы перестали с Кариной общаться, мы очень сильно поругались. И, наверное, чуть меньше года, может, месяцев девять мы просто не общались. Просто никак. Но при этом как-то у нас были вот эти детские... Да, да, но все равно мы такие, типа, привет, как жизнь. А потом как мы увиделись-то с тобой? Я помню у шаурмы картину. То, что мы у шаурмы стояли, это и у шаурмечной. Вкусная вот эта шаурма в Челябинске. Мне кажется, это не у шаурмечной было. Короче, это была самая масштабная ссора где-то на девять месяцев у нас. И потом как-то мы просто решили увидеться. Мне кажется, я просто тебе написала тебе привет, ты где? А помнишь, во время срачки нашей, ты такая, все, через три года встречаемся... А, да, 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 я помню. Через три года встречаемся на Красной площади. Такая, в Москве. Все, вот тогда и посмотрим друг другу в глаза, вот это все разъяснилось. Ага, посмотрели, блин. Всем доброе утро, ребята. Время на часах 7 утра 20 минут. У меня прекраснейшее настроение. Проснулась я в 6.30, чтобы вы понимали от того, что мне приснился сон. Как мне исполняется 18 лет. Ну и, соответственно, я проснулась и больше не смогла уснуть. А из-за того, что я пошла в туалет, а в туалете у меня всегда стоят весы, я, естественно, встаю и радуюсь цифре на весах. Потому что на данный момент я вешу 57,6. Вчера, чтобы вы понимали, утром я весила 58, то есть практически за день, за сутки слетело 400 грамм. Для меня это невероятное счастье, так как я стремлюсь к цифре 54. Осталось скинуть 3 килограмма. 3 килограмма 600 грамм, так сказать. Конечно, рановатенько я встала, но так-то до моего дня рождения, это, дорогие мои, осталось 16 часов 37 минут 50 секунд. Чтобы вы понимали, у меня даже обратный отчет стоит. Можете посмотреть, как бы тут прям показано в точности, сколько осталось до моего дня рождения, но я думаю, что 0000 я дожидаться не буду. Чтобы вы понимали, мне так-то 18 лет будет, блин. Я, конечно, в шоке, как быстро летит время. Вот, Карина Аракелян. Это, ладно, эти слова я уже скажу, как мне 18 исполнится. Совершеннолетняя. В общем, Ариша в душе. Встала чуть-чуть попозже, я ее разбудила. Как Карина выйдет из душа, я пойду сделаю нам офигенный капучино. Познакомлю ее с моей любимой кофемашиной. Вы знаете, как я обожаю кофе. Ну и, в принципе, мы будем готовить завтрак, так как к 10 утра нам сегодня на маникюр. Естественно, с такими нюдовыми короткими ногтями я никуда не пойду. Ну, в плане, на свой день рождения я отмечать не буду с такими ногтями, какая Карина Аракелян без длиннющих ногтей с окиренным дизайном. Правильно, никакая. Поэтому сегодня мы поедем, и мне сделают вот такие вот ногти. Естественно, Арине тоже и сделают, но они не будут такие безбашенные, как у меня. Но я уже в предвкушении, потому что хочу сделать что-то суперское. Так как мы подобрали лук, я вам показывала. Все будет в таком готском стиле черном, типа рок-панк и так далее. Я очень люблю такой стиль. Ну и ногти, скорее всего, сегодня у меня будут черные с дизайном на каждом пальчике. Мы погнали завтракать. Пожелайте нам приятного аппетита. А я себе, ребят, сейчас буду делать не на обычном молоке, как сделала Арине, а вот на соевом. На соевом, кстати, тоже очень вкусно получается и пенится тоже хорошо. Я пробовала делать на банановом молоке, но на банановом вообще кофе не получается. Очень невкусное оно какое-то. Так, нам с Ариной, ребятки, нужно выезжать через 5-10 минут. Мы еще не собраны до конца. Аринка тут выбирает, чем она будет ухаживать сегодня за своим лицом. Какими продуктами, точнее. Вот, я уже поставила премьеру на завтра, так как завтра у меня уже день рождения. Как бы я, естественно, подготовилась, как вы видите. Вот, я поставила премьеру. Это ролик, где мне Полина дарит подарки. Я сейчас пересматриваю это видео. Возможно, я где-то тупанула в монтаже. Такое бывает, нужно обязательно пересматривать. Я всегда этим занимаюсь, но меня все устраивает. Вот, я уже досматриваю видос. Вот, и мы будем с Ариной собираться. Ехать нам примерно 20 минут до того салона, с кем я изначально сотрудничала. Помните мои вот эти обезбашенные дизайны? Вот, 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 вот. Картинки меняются. Вот еще и вот. В общем, я с этим салоном постоянно сотрудничала. Это все вы можете найти у меня в актуальных в Инстаграме. Ник увидите сейчас на своих экранах. Я выкладывала все работы, когда я сотрудничала с этим салоном. Потом что-то я перестала туда ходить. И сегодня я, наконец-то, возобновляю сотрудничество. Поэтому ногти у меня будут просто, блин, обезбашенные. Поэтому, ребятки, мы сейчас выезжаем. Погнали. Ну что, такие вот мы. Я, в принципе, хотела поехать на бизнесе. Но там, наверное, раза три подряд таксисты принимали заказ. И показывало, что осталось ждать минут 20. Это значит, что поблизости машин, которые нам нужны, нет. И мне пришлось вызвать всю обычную машину. В общем, она уже приехала. Мы выезжаем на маникюр. Такие вот красоточки. Вот мой лук-дня на сегодня. Мне очень нравится цепь. Три цепочки, которые едины. Вот так вот на шее. И колечко, смотрите. Такое вот дьявольское, красивое. Под ногти, которые мне сегодня сделают, сто пудово подойдут. Мы едем. Кстати, ребят, по традиции, всегда, когда я раньше ходила в этот салон, я заходила вот в эту кофейню. Она очень рядом с ним находится. И покупала моему мастеру капучино с круассаном. Соответственно, я хочу сделать сейчас то же самое. Сходить в магазин и просто порадовать человека, с которым, возможно, в дальнейшем мы возобновим работу. И будем делать это на постоянной основе. Я говорю про потрясающие ноготочки. Поэтому пойдемте что-нибудь купим. Я, естественно, на диете. Поэтому не смогу себе позволить кофеек. Я его утром уже выпила. Но тут зато очень много правильного питания. Очень много диетической пищи. Поэтому я уверена, во время маника я проголодаюсь. Что-нибудь захочу скушать. Вот, например, тут имеется лимонад. Я так понимаю, это просто водичка с лимоном. И я ее возьму. А, еще жгучий имбирь. Нифига себе. Давайте я возьму попробовать. Возможно, это будет очень вкусно. И помимо трех капучино, можно еще три круассана. С шоколадом вот эти. Вот тут салатики, кстати, есть. Так, я взяла себе овощи. И помимо овощей, еще что-нибудь перекусить. Потому что мы долго будем на манике. Арина выбрала себе вот такой йогурт. Это, я так понимаю, с манго. Да, вот такая вот красота. Держи на кассу. Ну и что-то вот такое, наподобие йогурта, я тоже себе взяла. Пойдемте оплачивать. Аришка себе взяла еще роллы. Это Калифорния, да? Чтобы вы понимали, ребят, какой большой кофе. Я бы еще, ребят, взяла себе ореховый перекус. Я обожаю орехи, но вы не представляете, насколько они калорийные. Это, конечно, просто трэш. Вот, например, сегодня я съела на завтрак 7 орехов миндаль. И там около 150 калорий. Это вообще капец. Спасибо большое. Да, чисто я пошла на маникюр. Не, ну что, затарились, а то нам ноготочки сделают хорошие. Такие вот мы красотки с пакетами с жрачкой диетической. Ага, рубрика покупачек. Выходим! Следующий вопрос и, в принципе, просьба. Можешь ли ты, Карина, показать реакцию подруги на подарок? Я там как-нибудь нарежу красивенько. В принципе, я вам показывала, что я собираюсь дарить Арине. А подписчики узнали об этом первые. Ну, я это уже как бы и сняла. Вот, поэтому я сняла на телефон, не на камеру из-за того, что у меня файлы перекидывались на комп. Но я нарежу, вкратце вам покажу, что я подарила Арине и ее реакцию. На самом деле, я не знаю почему, но когда ты снимаешь на телефон, это выглядит так странно. Это типа, знаешь, как наигранные вот эти видео там в Инстаграме или в ТикТоке. Ну да. По типу, Стефан Найн. Я поняла. Он мне переносил. Типа ты не можешь, когда тебе человек снимает полностью. Просто, я не знаю, это выглядит как будто ты вот стоишь, знаешь, с огромной какой-то командой там, вот видеооператоров. Я такой, давай, давай. Говори, давай, говори так, делай так. Короче, знаете, знаете, что это Арине не особо настоящие эмоции. Если бы это было без камеры, она бы заорала. Мне кажется, так бы и было, потому что, ну, серьезно, когда ты стоишь вот так передо мной с камерой, такая, распаковывай. Человек непривыкший, а я уже просто, ну, извините, как бы смотрим. Так, чисто снимаю для личного архива, если это попадет во влог, то вам повезло. Арина, это тебе распаковывай по очереди, по одному. Ну, это понятно, что ты должна, но я тоже люблю дарить подарки. Ты же знаешь, мы постоянную рубрику на канале, что, типа, нужно дарить подарки. Давай по очереди. Самая долгожданная. Самая долгожданная, да. Ты можешь полистать, посмотреть. Да, я подписала. Нарисовала там письки наши с тобой фирменные. Самые лучшие подружки и писька внизу. Ну-ка дальше. Нечисто твоя реакция интересна. Стыд. Соблюдается. Как ты думаешь, вообще есть эти догадки? Духи. Они только там рассыпались, походу. Стой. Не доснись дальше. Ну, ты же увидела, но все равно. Смотри. Это чехол. Тебе ничего не думаешь? Это я не на твой телефон купил. Правда? Да. Давай, примерим. Ну, тебе-то кто подходит, потому что я под твой размер смотрела? Это денежное мыло. Да, кстати, я видела, как вы спали его распакованы. Да, да, да. Ну и что, доставай. Я вчера чисто поехала, мне в голову резко взбрело подарить тебе подарок. Бомбочка. Сно пахнет. Да, сейчас рассмотришь. Ты так, знаешь, без палива набляделась, видишь, что не замечаешь самого главного подарка. Все, достала, кроме айфона. Я хотела, чтобы у тебя был новый телефон, реально. Просто очень захотела, поэтому... Мне кажется, что ты просто шутишь над мной. Нет, нет, нет. Ты вот сейчас стоишь, снимаешь, вот так вот выглядишь. Нет, вот так, крышой, вот один мотив. Я серьезно дарю это. Нет, ты знаешь. Ты даже это чисто не для видео делаешь? Нет. Карин, блин. А при чем тут видео? Я же просто влог снимаю, Арина. Я вообще это не для ролика купила. Я же знала, что телефон нужен тебе новый. Это очень дорого. Ничего страшного. Вообще, не проблем. Карин, ты чего? Забей вообще. Ты что, морешь, что ли? Арина, вообще забей. Тебе вообще нужнее. Новый телефон будешь обзванивать, так сказать, клиентов на работе. С нормального телефона и не психовать. Полотен. Да, и не психовать, что у тебя телефон глючит. Открывай давай, все. Я тебе сказала, что у тебя будет жизнь в красном цвете сегодня. Телефон красного цвета я купила. Ни черного, ни белого, чтобы красный цвет теперь напоминал меня тебе. Почему красный? Не знаю, захотела красный. Нет, почему именно тебя напоминала? Не знаю, просто. Из них, конечно, пробочки маленькие стали. Угу. Вот это теперь твой новенький телефончик. Карин, ты морешь? Нет. Я вообще без шуток сейчас. То есть ты даже решила мне не свой старый, а дать купить новый? Да. Зачем тебе старый? Я подумала, а нахер он тебе нужен? Три, блин, мне еще никто никогда такого не делал. Ну, потому что, Арина, ты для меня самый близкий человек. Мне вообще вот на самом деле не жалко ни капли. Я знаю, что тебе нужнее, что для тебя это важно. Ты же по привычке на кнопку нажимаешь. Даже кнопки нет. Включай, сейчас будем данные переносить. Поедешь на ресницы с новыми этими. Все, ребятки, мы пришли. Такая вот тут у нас атмосфера прекрасная, музыка играет. Мне тут уже сразу подготовили всякие объемные штучки, которые сегодня мы будем лепить на ногти. Вот такие вот, как они называются, абортиши. Абортиши? Абортиши. Я дико извиняюсь, но так в ТикТоке говорят. По-моему, посмотрите мне тут сколько всего выкладывают. Посмотрите, сколько всего. А ногти мы будем делать, наверное, раза в 3-4 длиннее, чем моя длина сейчас. Это же укороченные. Вот такие есть сердечки. Их тоже прифигачили. И есть вот такие вот всякие буковки. Офигенные. Посмотрите, ребят, Аринины ногти как отросли. Это ее длина, если что, это не нарощенные. Вот, так что Арина не будет наращивать, но дизайн у нее тоже будет крутой. Ребятки, мне сняли ногти. Можете посмотреть на мои коротенькие ноготочки перед разносом, который у меня будет на ногтях. Ну и в принципе, что я выбрала? Очень много всяких наклеек. Очень много объемных деталей. Их тут очень много. Прям посмотрите, всякие мишки, вот эти вот детишки. Тут идеи для ногтей, которые, возможно, мне приглянулись. Ну вот, в особенности вот отсюда мне очень понравилось. Вот это Кристинины, да, ногти? Да. Вот эти справа. Да, ногти. Ага, офигенные. Вот, и, соответственно, тут всякие наклеечки. Вот тут, соответственно, всякие цепи. Все будет очень объемно, красиво, поэтому мы можем приступать сейчас уже к наращиванию. Вот, и отсюда уже будем выбирать прелесть, которую нанесем на ногти. А это, кстати, ребят, детальки из настоящих часов, прикиньте. Я сейчас эти детальки себе на ногти тоже прифигачу обязательно. Сколько тут всего, я просто в шоке. Я такого выбора давно не видела, если честно. Посмотрите, ребят, мне тут предложили сделать вот такой длины ногти. Делать или нет? Что-то как-то захотелось прям очень. Вот, примерно о такой форме, ребят, я вам говорила. О вот этих вот волнах будет что-то вот в таком вот роде. Форму уже выпилили. Сейчас будем укреплять. Такая красота. Так, дорогие мои, прошло еще примерно минут сорок. Мы уже укрепили ногти. Олесь, дай покажу быстренько. Вот такая вот прелесть получается. Красота. Мне очень нравится. Мы смотрим фильм «Холоп» и определяемся дальше с дизайном, что и как будем делать. Посмотрите, какую мне водичку принесли в лампочке. В специальном таком стакане. Очень круто навороченный выглядит. Сейчас буду пить воду. А еще, ребят, я сейчас буду кушать. И посмотрите, каким образом я это буду делать. Берем вот так вот, оп, и кушаем огурет. Ну что, из основных цветов, ребят, у нас будет красный и черный. Посмотрите, каким красивым получается этот ноготь. Это как у нас называется? Витраж. Витражный цвет. Такой полупрозрачный, очень красивый. Вот, и некоторые ногти будем покрывать черным цветом. Тем временем Арине уже покрывают нежно-розовым цветом. Вот такая вот красотень. Вот, а мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, дорогие мои, прошло где-то еще два часа. Мы почти заканчиваем с маникюром. Показываю вам эту прелесть. Я просто в шоке. Таких работ у меня на ногтях не было давно. Это просто что-то с чем-то. Показываю вторую руку. Это, конечно, разнос, ребятки. Прям под мой образ на день рождения. Что-то с чем-то. Мы заканчиваем. Покажу вам через мгновение итог. Итак, ребятки, перед тем, как я вам покажу свои ногти, показываю ногти Арины на фоне маршмеллоу. А ну, Арина, поставь, чтобы было красиво. В общем, вот такая вот красота-липота у Арины. Офигенная. Как вам? Такая нежнятинка. С хеллоу-китти. Со стразиками. С маршмеллоу. Такая красотень. Ну и сейчас я вам продемонстрирую свои ногти. Так, ребятки, показываю свои ногти. Вот такая вот красота получилась. Тут буковка К. Циферка 18. Я скоро буду совершеннолетней. Как бы вот такой вот стиль. Побитый немножечко покалеченный медвежонок. Шоколадка. Паук. В общем, ногти с такой необыкновенной формой. И все так круто выглядят. И показываю следующую руку. Следующая рука чисто на стиле. Тут такой вот ребеночек у нас прекрасненький. Хеллоу-китти с крестиками на глазах. Огромное сердце, с которым, кстати, удобно, я вам скажу. Я думала, это сердце будет тяжелое и как-то, не знаю, ощущаться на ногте. Но нет, в принципе, мне очень комфортно. На мизинчике тут у меня висит корона. Вот такие вот цепи. Так что ногти просто офигенные, девочки. Просто офигенные. Такая вот красотень. Такая рука вам нравится больше? Пишите ниже в комментариях. А мы с Ириной погнали в ресторан. Ну что, дорогие мои, я с новыми ноготочками уже дома. Приехала, перекусила с салатиком. Мы решили с Ириной сегодня не ехать в ресторан. Сделаем это в другой день. А сейчас обсудим вообще все подробности по дню рождения. Как бы Аринка сейчас в комнате с Полиной. Они там о чем-то говорят шепотом. И наверняка готовят для меня какой-то подарок. А какой я узнаю вместе с вами завтра в своем третьем влоге. Как раз таки день своего рождения. Буквально через 15 минут должен приехать курьер и забрать книги. Мои прекраснейшие книги. Со страшными историями. Да-да, те самые, которые я буду дарить своим гостям. Я уже расписалась в них. И я вам об этом рассказывала, показывала, подписывала вместе с вами разными цветами. Некоторые друзья мне уже заранее начинают присылать подарки. Например, мой мастер по тату. Сейчас покажу, что мне подарили. От Машеньки Вива пришел вот такой вот прекрасный розовый букет. И вот такая вот открыточка. Которой было написано. Карина, с днем рождения. Пусть с каждым днем тебе открываются новые возможности. Люди вокруг тебя будут искренни. А настроение всегда на высоте. Оторвись завтра на полную. Люблю тебя, Маша Вива. Вот такой вот подарочек от Маши Вива. Офигенный нежно-розовый букет. Маш, спасибо тебе большое. Кстати, именно Маша делала все татуировки на моем теле. И этот подарочек для меня очень-очень приятен. Еще мне прислали вот такой вот пакетик. Это подарочек от бренда с наклейками. И там как раз-таки подарки для моих гостей, которые я тоже буду раздавать на дни рождении. Сейчас достану, вам покажу. Тут огромное количество открыточек. А конкретней, по-моему, тут их 100. Да, тут 100 открыток. И в каждой открытке по 3 наклейки. Чтобы вы понимали, в каждой открыточке имеется наклеечка Аракелян Пати 18. Как раз-таки под мой день рождения. Ну и помимо одной наклейки, которая будет у всех, будут разные, в принципе. Как бы эти наклеечки сейчас отправляются к курьеру. И поедут благополучненько в дом, где будет отмечаться день рождения. Это я вам уже покажу поподробнее попозже. Еще будут, кстати, другие наклеечки. Но основные Аракелян Пати 18 будут у всех. Так что 100 открыточек для гостей готовы. Еще там открыточки, которые для меня. Так, курьер все это дело уже забрал. Сейчас посмотрим, какие наклеечки подготовили для меня. Опять же, открыточка. Причем их тут несколько. Завтра украшу свой чехол наверняка. Тут с бабочкой. Как бы олицетворяет мое состояние вот эта наклейка. Иногда зависит от настроения. Вот такая вот открыточка, на которой написано для тебя. Тут вот такие наклейки. Вот такие наклейки. Вот такие наклейки тоже прикольные. И еще одна открыточка. Не твой уровень, дорогой. В общем, очень прикольные. У меня уже такое максимально праздничное настроение. Я жду, не дождусь свой день рождения. Поэтому сейчас буду готовиться. Обновлять, так сказать, свой баннер на канале. Менять аватарку, потому что мне уже сделали новый баннер. Новую аватарку. Сделали мой собственный арт, который будет двигаться. И я уверена, эта заставка, так сказать, уже вставлена была в этот влог. И вы обратили внимание на то, какой крутой там арт. И я уже давным-давно поменяла оформление канала. Поэтому не поленись. Зайди, посмотри на мою новую аватарку и на оформление. Я сейчас буду ухаживать за своей кожей. Устрою себе такой релакс-вечер. Поснимаю тиктоки. Спасибо вам большое за то, что досмотрели этот влог до самого конца. Я пойду любоваться своими ноготочками. Просто прекраснейшими. Планировать и думать, как пройдет завтрашний день. А завтра у меня день рождения. Напоминаю, завтра мне исполняется как бы 18 лет, чтобы вы понимали. И завтра я тоже снимаю для вас влог. Поэтому оставайтесь на связи. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. И будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик. И спасибо вам большое за то, что посмотрели этот влог. Увидимся в третьем влоге в день моего рождения. И в принципе, именно в этом влоге вы посмотрите, как я его отметила. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok